1 января 2022 года. Хочу вас всех поздравить с наступившим Новым Годом. Сегодня у нас погода 6 градусов мороза всего-навсего. Приехал я сегодня на реку. Время уже 12 часов дня. Осталось мне рыбачить примерно часа 4 с половиной. Приехал на точку, на которой у меня была очень интересная рыбалка по последнему льду. Это река. Здесь в одном месте присутствует бревно на дне, которое мне надо будет сейчас найти. Поможет мне в этом подводная камера. Так что начинаем расчехлять удочки для безмотыльной ловли, бурить лунки и смотреть с камерой, что происходит под водой. Подводная камера, с которой я сейчас практически не расстаюсь, это камера Focus Fish. Мне в нескольких видео написали о том, что почему ты говоришь, что эта камера сейчас самая лучшая. Надо же типа подержать там другие камеры в руках для того, чтобы делать такие выводы. Значит, я в руках держал такие камеры, как Calypso. Пользовался я ей долго. Яс 52. Тоже она у меня в арсенале есть. Тоже я ей подснимал 2 сезона. Затем у меня была еще одна самодельная камера в пользовании. Также я держал в руках камеру Murena от Практика. И еще у меня у моего товарища Саши Зайцева есть камера Markum Recon 5+. Вот с ней я тоже имел дело. Тоже с ней мы искали рыбу, смотрели. Так вот, по качеству картинки, значит, камера Focus Fish является самой лучшей, ребята. Это вот мое такое непредвзятое мнение. Ну, под этой лункой что-то никого нету. Сейчас будем дальше смотреть. Так, ну вот на камеру приплыл первый кунек. Такого более-менее вроде как съедобного размера. Ну, значит, на этой лунке есть смысл макнуть мормышку. Сейчас проверим еще другие лунки. Камеру сейчас резко опустил в лунку. Стояли тут сорожки. Вон там горбатые окуньки проплывают. Ну, тут вообще поинтереснее. Местечко. Местечко. Красавец какой. Вот сорожка. Ну, вот здесь вот даже можно, наверное, их закормить. Будет луночку. Хорошо. Вот тут вот на мели тоже лунка с окунями. Вот они. Красивые рыбки стоят. У нас бревно лежит. И вот они, окуньки здесь. Красавчики. Вот позировать идет. Интересно же, что это такое плавает тут, да? О, там сзади еще покрупнее рыбка. Окушки. О, сорога плавает. О, какой. Какой красивый. Здравствуй, дорогой. Сейчас мы тебе на твой суд мормушки будем подсовывать разные интересные. Посмотрим, клюнешь не клюнешь. Там стая сорожек. Класс. Сейчас будем пробовать. В общем, ребят, ко мне на тест приехала удочка от Талисмана Рыбака. Вот такая вот удочка. Называется Сорога Лайт. Скажу честно, то, что с первого взгляда удочка мне почему-то сразу же приглянулась. Вот. Она легкая. Она весит в районе 15 граммов. У нее точеная шпуля из поликарбоната. То есть ее просто так не сломать. Значит, вращение самой шпульки, получается, на оси идет. Очень хорошее. То есть здесь вот есть кноп. И под весом этого кнопа, сейчас я вам покажу, шпулька сама по себе вращается. Вот видите, да, как. Вот. Дальше. Корпус сам сделан по технологии литья. Но, да, это не точеный корпус. То есть это не точеная деталь. Но вместе с этим это литье такого качества, что, ну, как бы картинка не передает те ощущения, которые получаешь, когда держишь эту удочку в руках. Она легкая. Видно, что она сделана с душой. И 100% ей будет приятно ловить. Так что вот такой вот новый девайс. Будем его сейчас испытывать. И проверять в работе. Также от талисмана рыбака мне пришли кивки. Вот такой вот кивочек калибри. Вот такой вот кивочек стилет. Это все идет ловсан. И дальше идут карбоновые кивки. Карбоновые кивки спрут. Эти кивки идут также в ручной работы. Потому что кивки подгоняются вручную. То есть они стачиваются, подгоняются под определенный тест. Ну и имеют строй такой, знаете, он не параболик. Он идет ближе к чему-то такому среднему. То есть изгиб. Сейчас покажу какой. То есть видите, да, то, что в работу у нас включается, ну, где-то вот передняя часть. Это не совсем быстрый строй. Это что-то приближенное к быстрому, но не быстрый. И я думаю, что носорогу и на вялого окуня это должно хорошо действовать. Значит, мормышка здесь у меня на этой улочке стоит. Колокольчик от Александра Зайцева. Но к мормышкам мы с вами еще вернемся. А пока что попробуем на эту. Ну, в общем, пробежался я по всем лункам вместе с колокольчиком. И не увидел ни одной поклевки. Вот, решил проверить снова лунки с камеры. Вот, смотрите, вот так у него стоит. А там, вот дальше, смотрите, стоит щучка. Стоит на течении. Не знаю, может быть, у рыбы плохое настроение из-за того, что завтра обещают минус 20, а сегодня всего на все минус 6. Но, сейчас я попробую, наверное, забурить тут луночку еще одну рядышком. Чтобы мне можно было посмотреть, ходит ли вообще рыба за мормышкой или нет. Вот, это будет достаточно интересно. Потому что рыба-то под лунками есть. Проплывает-то окунь. Вот, смотрите, видите, какие-то окунь на 300 грамм. То есть рыба есть. Но, то ли она не хочет есть, то ли что, я не знаю. Ну, сорожка какая. Ну, тоже плотва. Сейчас будем проверять. Пробурил я две луночки рядом. Опустил мормышку в одну. Сейчас опустим в другую. Глазок подводной камеры. Вот и посмотрим. Реагирует вообще рыба на мормышку или нет. Периодически проплывают и окуньки, и сорожки. Вот, но пока что особого результата я не добился. Ну, в общем, перехожу на другое место рыбалки. Вот, потому что здесь как-то все уныло. Так скажем. Сейчас пойдем, проведаем еще одну точку. Если там тоже ничего не будет, тогда вернемся опять сюда. Попробуем вытрясти кого-нибудь. Пришел на другое место. Лунах не так много. Попробуем здесь побурить окушка, поискать. И вот на середине есть такая интересная ямочка. Там добурим. Там обычно всегда стоит сорога. Сейчас будем проверять главную камеру. Давайте проверим, кто тут живет. О, на этой лунке, прям подо льдом, скопление мелкой, кормовой, белой рыбы. Вон, видите сколько. Обычно в таких местах внизу пасется окунь. Сейчас проверим. Окуней я не вижу. Сорожки плавают. Сорожки плавают и в достаточно большом количестве. Вон сколько. Но тут можно кормить смело. И вот тут будет тьма тьмущая. О, смотри-ка сколько тут. Вон что, косяк какой. Вон что. Ё-моё. Вот это да. Какое большое количество мелкой рыбешки. Смотрите, какая красота. Был бы окунем, приплыл бы и начал бы их есть. Сорожки, видимо, какие-то. Верховки, вот я смотрю, плавают. Все мелкие. А поглубже, интересно кто. Давайте посмотрим, кто у нас тут поглубже плавает. И никого. И никого. Ну, вот тут на яме стоит куча белой рыбы кормовой. Вот она. Большой какой камень лежит. Завал из какого-то мусора. Ну, и вот. Окунёк. Вон ещё окунёк. И ещё. Ну, вот тут вот есть смысл окунуть в мормышку. Может быть, кто-нибудь из них всё-таки и клюнет. Но вон там, вдалеке, стоит щука. Видите, ребят? Вдалеке, вон там стоит щука. Ну, и сорожки вон ещё проплывают такие. Тут можно даже закормить, наверное. Вон щука хорошая стоит. Кушки нормальные. Съедобные. Там вообще нормальный окунёк проплывает. Щука-то хорошая, наверное, где-то на килограмм. Ну, давайте попробуем. Ну, вот, ребят, такая картинка у нас под лунками. Хорошее. Хорошее скопление рыбы. Сейчас будем пробовать её поймать. Мормышку я сейчас пока что поставил. Веснянку Саши Зайцева с ядрёным глазом. Для того, чтобы можно было настроить подводную камеру на мормышку. Чтобы посмотреть, есть у рыбы вообще, в принципе, сегодня реакции на какие-либо мормышки или её нету. Если реакции нету, тогда уже будем что-то там экспериментировать, изобретать велосипед. Вон, какие рыбки хорошие проплывают. Надеюсь, получится сейчас камеру настроить. Вот наша мормышка. И вроде как за ней уже там кто-то. Вот он, есть. Главное найти рыбу. И рыба будет клевать. Вот он. Критическая масса куней. На точке. И вот они начали жрать. Красавчики. Красавчики. Мормышечка опускается. От, есть. Ну, это мелкий. В общем, ядрёный глазик. Начинает тащить. Оп, вот там есть. Сорожка подплывала, но не успела она, как говорится. Присутствует на этой точке тяга. Глубина здесь в районе двух с половиной. Примерно, даже больше, 2,7 метра. Вот. Ага, сорожка заинтересовалась. Ать-ать. И Есть рыба. Нормально, окунёков приплыл. Давай, дорогой. Лопай нашу мормышку. Лопай. А то её съест сорожка. Давай, давай. Давай, кто первый? Кто первый? Ну? Ну, кто первый? Кто смелый? Так, 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 так. Сейчас я вас загипнотизирую. Угу, угу. Вот так. Давай, 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 давай. Вот он. Есть. Ген есть. Ого, давай, давай, давай. Ну, прям хищник, хищник. Они всё так просто. И хочется, и колется, и видите, как. И чё-то не нравится. Закусывает лёд, леску. Игра чуть-чуть сбивается, и рыба перестаёт интересоваться мормышкой. Точнее, не перестаёт, а она настораживается. Давай. Втыкайся в неё. С размаха. Интересно, а если поиграть медленно? Если поиграть аккуратненько. Вот, аккуратно играю. Оп, оп, оп. По губам. Хе-хе. 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 А покрупнее эта рыбка стоит и не берёт. Видите, какая интересная ситуация. Да. Кадры, конечно. обалденные. Надо, наверное, лунку прикормить, чтобы здесь еще была и сорожка. Тогда будет повеселее. Ну, какая стайка окуньков стоит. У меня, в общем, есть мотыль старый, немножко. Вот так вот. Есть прикормки чуть-чуть с собой. Сейчас бахну. Закормим сразу же и сорожку, и окуней. Заодно посмотрим, как кормушка раскроется на течении, как корм попрет. Только надо намочить сначала корм, в лунке подержать немного, чтобы он раскис. Вот наша кормушка. Лежит на огне. Рядом окунь уже пасется. Выходят пузырьки из прикорма нашего потихонечку. И сейчас, наверное, я ее попробую открыть. Вот так. Это бомба. Прикормочная бомба. Бахнулась на дно. Сейчас тут будет куча рыбы. Пришла целая куча сороги сюда, к лункам. И особого интереса к мормышке они не проявляют. Некоторые рыбки прям очень зачетного размера плавают. Ну, я думаю, вы это и сами видите. Вот такая вот вакханалия под лунками. И нулевая реакция на мормышку. Вот так вот. В общем, по удочке. Удочка легкая. Удочка легкая. Шестик у нее жесткий. То есть он... Поначалу берешь удочку в руки, думаешь, ну, наверное, шестик будет гнуться очень так сильно. Сильно. Когда шестик хорошо гнется, тогда, конечно, рыбу крупную хорошо сдерживать. Но, когда дует ветер, если еще и кивок стоит, допустим, тяжелый из металла, то шестик начинает мотыляться и передает определенные колебания, ненужные на кивок. Здесь с этим все нормально. Вот. Дальше. Рукоятка. Рукоятка сделана из эвы. Она достаточно тоненькая, удобная, на мой взгляд. Не знаю, как под ваши руки, но вот была поклевка по губам. Вот. Но под мои руки хорошо. По поводу кивка карбонового, ну, я думаю, что не можете сейчас его работу видеть со стороны. Я, конечно, в последнее время... О, поклевка какая была. Я, конечно, в последнее время привык к своим металлическим кивкам и кивкам из рентгеновской пленки. Поэтому к этому кивку я еще не привык. Кивок однозначно заслуживает внимания. Поэтому, если вы искали карбоновые кивки в продаже, то я думаю, что это именно то, что вам нужно. Все-таки под занавес на нем фашарик. Сорожку я соблазнил. В общем, друзья, товарищи, сегодняшнюю рыбалку пора заканчивать. Прошла она ни шатка, ни валка. На рыбу я, конечно, насмотрелся. Ее под лунками очень большое количество. Но поймать ее практически невозможно. Клюет вот эти небольшие, а сорожка что-то как-то... ну, никак. Надо, конечно, мормушку было попробовать. Такую прям где-нибудь 0,18 грамма свинцовую. Но что-то мне как-то неохота было перевязываться. Вот из-за такой некрупной рыбы, скажу честно. Поэтому походил по реке, побурил, воздухом подышал. Подводную камеру посмотрел, вам показал. Ну и у меня на этом все, ребят. Берегите себя, всем здоровья. И увидимся с вами в следующих видосах.